Итак, мы с вами разобрались в алгоритме, давайте теперь реализуем его. И первым делом мы рассчитываем размеры таблицы и количество min. Делаем это с помощью стандартной конструкции int от e for e in input.split. Читаем строку, разбиваем на части и каждую часть преобразуем в число. Далее мы инициализируем двумерный массив. Как это делать? Мы делаем, генерим n массивов, n списков, соответствующих n строкам. И в каждой строке мы генерируем m нулевых значений. То есть пишем 0 for g in range от m. Давайте убедимся, что мы правильно это сделали. В качестве примера введем какие-то значения и посмотрим, к чему равно a. Мы видим, что a сгенерировалась правильная табличка. 7 строк, 8 столбцов. Отлично. Давайте дальше. Дальше мы прочитаем координаты расположения min и каждую мину поместим в нашу таблицу, обозначив минус единицу в соответствующие позиции. То есть нам нужно прочитать k пар чисел. Как мы это читаем? Читаем номер строки, номер столбца следующим образом. Так же, как мы читали три числа в строке, аналогичным образом читаем два. Преобразуем в число каждую часть в прочитанной строке. Но поскольку у нас в нашей программе индексация элементов списка начинается с нуля, а нам вводят номера позиций, начиная с единицы, то мы сразу вычтем в преобразованном числе единицу. Тогда полученные индексы row и call будут начинаться с нуля, так же, как и обычные все списки в питоне. И, соответственно, после того, как мы получили позиции строчки и столбца, запишем туда минус единицу. На этом чтение данных закончено. Дальше мы переходим к заполнению нашей таблицы. То есть для каждой ячейки мы хотим посчитать, сколько находится по соседству с ней min, то есть сколько по соседству с данной клеткой находится минус единицы. Это нужно делать только для тех ячейок, в которых уже не записаны минус единицы, потому что если там минус стоит, то мы минус единицу должны оставить. Поэтому проверяем, что в ячейке A, I, T, G, T все еще записан 0, там нет мины. Если это так, то мы перебираем все клетки со смещением плюс-минус 1 наверх, вниз, влево, вправо. То есть делаем цикл for the E in range от минус 1 до 1, то есть до 2 range у нас будет, 2 не включается. Аналогично со смещением по координате G. От минус 1 до 2. Подсчитаем координаты соседней клетки, соответствующей данным смещением, то есть A, I это координата по номеру строки, то есть I плюс смещение по строке. Аналогично координата по номеру столбца, это G плюс смещение по номеру столбца. И дальше проверяем, что соответствующая клетка, то есть позиция с координатами A, I, G, что, во-первых, она находится на поле, что она не попала за границу поля, сначала проверим. Если это так, то проверим, что в этой клетке находится минус 1. То есть если A, I находится в интервале от 0 до N и A, G, то есть позиция по номеру столбца находится в интервале от 0 до N. Если это верно, то наша клетка находится внутри поля. И теперь давайте проверим, что написано в этой клетке. То есть мы хотим увеличить значение в ячейке A, I, G на 1, то есть в том случае, если в этой клетке стоит мина. Поэтому проверяем, что если A, I, A, G, если там записано минус 1, то в таком случае мы нашли мину в соседней клетке и увеличиваем. А, I, G, T на 1. Так, на этом подсчет нашей таблицы закончен. Нам осталось ее вывести. Ну как ее вывести? Опять же перебираем все строки нашей таблицы. Все N строк. Для каждой строки перебираем все элементы. Внутри нее, которых N штук. И смотрим, если в очередной ячейке A, I, T, G, T стоит мина, то мы выводим символ звездочка. Мы выводим символ звездочка и указываем, что мы не переходим на следующую строку, остаемся в данной строке. Поэтому указываем у функции print параметр end равный пустой строке. Дальше проверим, если в ячейке A, I, T, G, T записано число 0, значит ни одной клетки по соседству с миной нету, и мы ставим в данной ячейке точку. В противном случае у нас обязательно в ячейке A, I, T, G, T написано какое-то положительное число, которое, собственно, означает то, сколько по соседству мин находится. Поэтому мы просто его и выведем. A, I, T, G, T. И тоже строку переводить не надо. А после того, как мы целиком всю строку вывели, то есть целиком цикл for по переменной G закончился, после этого мы перейдем на новую строку. Просто вызовем функцию print внутри цикла по переменной I. На этом наша программа закончена. Мы сделали вывод. Давайте проверим, что работает. Проверим на том примере, который у нас был. 5 на 4 таблицы, 4 мины. 1, 1, 2, 2, 3, 2, 4, 4. Посмотрим, что получилось. Получилось у нас, что мины стоят где надо. И в каждой клетке у нас посчиталось количество мин. Там, где мин по соседству нет, мы поставили точки. То есть все, как хотели сделать, так и получилось.